Ом Ти Ви Юэй про Головне. Президент страны Карис на голубом глазу заявил, что он не против, если ВСУ продолжит наносить ракетно-артиллерийские удары по России западным оружием. Я призываю всех бойцов Башкирии покинуть территорию Украины и вернуться на свою родину для защиты своей земли и своего народа. Пока вы воюете за амбиции одного человека, ваш народ бьют дубинками ОМОН и Росгвардия. Возвращайтесь на защиту своей земли. В городе Баймак в Башкортостане сегодня утром разгорелись масштабные протесты возле здания суда, где сегодня к 4 годам колонии приговорили башкирского активиста Фаэля Алсынова. Местные СМИ сообщают, что на оглашение приговора Алсынова пришли несколько тысяч человек и протесты переросли в столкновение с ОМОНом. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ. К этой минуте известно о задержании нескольких десятков человек. Итак, российское издание Верска пишет, что несмотря на 20-ти градусный мороз, возле здания суда собрались более трех тысяч человек. Телеграм-канал Астра называет число и вовсе в пять тысяч протестующих. В Баймаке полицейские утром перекрыли дорогу к суду и не пропускали туда автомобили. Несмотря на это, жители бросали машины и шли к суду пешком. Короче говоря, вон там вот такая стройка магазина, мы нам досут. Что нам дальше вот карманы, без га пришлось машину там оставить и идем пешком. Мы там тракторы лаутера, короче, по полной баррикады, то шляр пешком идут. Бори! 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 Свободу! 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 Боих не сдадем! Боих не сдадем! Изначально приговоры Алсынову собирались вынести 15 января. В тот день возле суда также прошла акция протестов, в которой участвовали около тысячи человек. Акция стала одной из самых массовых в России с начала вторжения в Украину. Из-за акции заседание как раз перенесли на сегодня. После митинга силовики задержали четырех человек, что именно вменяют сторонникам экоактивиста. Неизвестно, пишут и Дель Рялий. Итак, решение суда, вызвавшее протесты и 15 января и сегодня, это приговор башкирскому активисту Фейлю Алсынову. Суд назначил ему четыре года колонии общего режима по делу о разжигании межнациональной розни. Дело против Алсынова возбудили из-за его высказываний, сделанных на протестной акции в апреле 2023 года. Во время выступления Алсынов сказал фразу на башкирском «кара халык», что обозначает условное название феодально зависимого населения Золотой Орды. И экспертиза, проведенная во время расследования, решила, что это словосочетание оскорбительно. Дело против Алсынова возбудили по требованию главы Башкортостана Радия Хабирова. После приговора суда Фейль Алсынов сегодня заявил, что не понимает политики Хабирова. Давайте послушаем, что сказал сам Алсынов и что сказал его адвокат. «Я свою вину не признаю. Всегда боролся за справедливость, за свой народ, за свою республику. Поэтому не шалайше увидимся. Вот который сейчас народ приехал поддержать меня, я не знаю, что будет дальше. Вот реально не знаю. Все, что происходит в Баймакском районном суде, все, что сейчас происходит на данном этапе, ничего общего ни с правом, ни с юриспруданцией, ничего общего не имеют. Поэтому что тут можно комментировать? Судья решила, даже не слушая позицию государственного обвинителя, дать реальное лишение свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с одновременным изменением меры пресечения с подписки на заключение под стражу. Конечно, мы этого не ожидали». Фаэль Алсынов – известный в Башкортостане активист. Его сторонники считают, что уголовное дело против Алсынова – это месть за гору Куштау. В 2019 году из-за Куштау в регионе разгорелся масштабный конфликт между башкирской содовой компанией, местными властями и жителями. Гору хотели отдать под разработку месторождения. И тогда у ее подножья активисты разбили палаточный лагерь, который затем разгромила полиция. Глава республики Радзи Хабиров заявлял, что митинги активистов проплачены, однако гора Куштау позднее получила статус особо охраняемой природной территории. До 2020 года Алсынов был сопредседателем запрещенной впоследствии российскими властями организации «Башкорт». Она выступала за суверенитет Башкортостана, поддерживала башкирский язык и культуру. В эти минуты российское издание «Семь на семь» пишет, что на площадь в городе Баймак прибыли дополнительно 200 силовиков. ОМОН и СОБР встали в кольцо. Они ждут подкрепления, чтобы вывезти издание суда Фаиля Алсынова. И ранее издание «Пруф» также сообщило, что на площади находится около 300 силовиков. Как я уже говорил, до этого были столкновения между полицейскими и жителями Башкортостана. В толпу полицейские силовики кидали слезоточивый газ и шумовые гранаты. Есть пострадавшие. Сейчас к нашему эфиру присоединяется Руслан Габасов, еще один основатель Башкирской общественной организации «Башкорт», которую я упоминал, которую российские власти признали экстремисткой в 2020 году. Руслан, здравствуйте. Здравствуйте. Я так понял, вы были буквально ближайшим соратником Фаиля Алсынова, но вы в итоге уехали из России. Объясните нашим зрителям, чем занимались вы, чем занимался Фаиль, и за что именно его преследуют власти? Фаиль Алсынов изначально был лидером Башкирско-национального движения. Он таким и до сих пор является. Сперва изначально он получил известность в башкирском народе, потому что сперва был в организации Кук-Буре первым заместителем председателя. Потом мы вместе с ним основали организацию «Башкорт», где он стал председателем организации. И эта организация, как вы правильно сказали, выступала и за суверенитет, за язык, за традиции башкирские. После событий на Куштау он уже превратился из башкирского национального лидера в общереспубликанского лидера, потому что он один из тех ключевых лидеров, которые организовывали протест на Куштау, на Куштау, которые отбивались от сивовиков и отбили в итоге. Он пострадал, он множество раз преследовался, на него заводили уголовные дела, его сажали на сутки, ему давали множество штрафов. И за ним тянется шлейф не каких-то там черных дел, а шлейф очень добрых и хороших дел. Поэтому весь народ практически Башкортостан его знает, любит и поддерживает. Именно поэтому столько народу вышло за него, потому что люди видят, что несправедливость, видят, что глава республики лично преследует Фаиля Алсынова. Но надо сразу отметить, что тут не только преследования идут за Куштау. Изначально, когда Ради Хабиров пришел к власти, такой политолог в республике Башкортостан Дмитрий Михаличенко сказал, основываясь на своей связи в Москве, что Ради Хабирова в республику Башкортостан поставили с двумя условиями. Первое, это обеспечить сырьем завод БСК СОДа, что впоследствии он и попытался сделать, отдав Шахан Куштау на разработку. А вторая задача была разобраться с башкирским национальным движением. И Хабиров начал рьяно взялся за это, он запретил организацию Башкорто. Он посадил одного из лидеров башкирского национального движения, Айрата Дельмухаметова, на 9 лет. Он посадил два раза Рамилю Саитову. То есть при нем Рамиля Саитова, тоже одна из таких лидеров наших, ее посадили на 3 года сперва, она успела выйти, и сейчас, буквально несколько месяцев назад, ее посадили вновь на 5 лет. Поэтому он сознательно, стабильно преследует башкирских национальных активистов, пытаясь тем самым расчистить политическое поле башкирское, чтобы остаться одному там. Но уже на данный момент он себя, конечно же, похоронил как политический. Он сейчас является политическим трупом. Вот что вам известно прямо сейчас, по событиям сегодняшнего утра, о том, что происходит в Башкортостане прямо сейчас, помимо того, что, собственно, мы рассказываем, слезоточивый газ, силовики в сотнях измеряются, верно? Да, сейчас уже на данный момент известно, что в Баймак едут подкрепления со стороны народа, именно, чтобы не дать увезти Фаиля Алсынова. Сейчас блокируются дороги по тем дорогам, которые должны ехать ОМОН на подкрепление. Сейчас вывешено такое заявление, что я прошу зачитать, тут минута времени. Начинаем общенациональную кампанию «Свободу Фаиля» и «Свободу Башкортостану». Превратим имя Фаиль в лозунг и символ. Повсеместно рисуем и вывешиваем его портреты, рисуем и пишем на стенах, досках и так далее. Руслан, позвольте вас прервать. Я так понимаю, что вы сейчас читаете ту информацию, тот текст, который распространяется между активистов сейчас в Башкортостане, верно? Да, сейчас идет призыв к общенациональной забастовке, к общенациональной акции протеста. То есть вот здесь конкретные пункты, что требует народ. К сожалению, мы не можем в эфире, собственно, такие вещи озвучивать. Мы, журналисты, мы наблюдаем за процессами, которые происходят. Но давайте, собственно, поговорим еще. Вы говорите, что движутся люди, чтобы блокировать, чтобы не дать вывезти, собственно, Фаиля из здания суда. Какие требования выдвигают? Надо сделать что? Требования такие. Освободить Фаиля Алсынова, освободить всех задержанных, которые задержали вчера и сегодня. И тут меня удивляет, в первую очередь, конечно же, позиция оппозиции, либеральная оппозиция, которая молчит и не присоединяется к акциям протеста, не призывает присоединяться весь российский народ. Уверен в поддержке граждан России, всех патриотических сил страны. Киевский гастролер продолжает свое побиральное турне по нищей с точки зрения Европы-Прибалтики, пугает местных политических котят коварным Путином. Номенклатура вооружений растет. Были задействованы разные носители с разным наполнением, кроме ядерного. Это прямая цитата и, видимо, прямой намек Запада. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!